Приветствую вас, во-первых, примите мои соболезнования по поводу потери отца, я вам сочувствую соболезнования. Во-вторых, то, что вы просите всех о помощи, это значит не получить помощи никакой, потому что, если вам все должны помогать, то, по сути, солился для вас вот какой-то такой единый хор, и вы, в общем, не будете воспринимать никого конструктивного, вы не сможете просто этого сделать при всем желании. Во-вторых, это первое. То есть вы действительно помощи хотите? Если действительно хотите помощи, то лучше вам будет, наверное, выбрать себе одного эксперта и с ним работать. Второе. Что-то произошло из травмы для вас. И с любой травмой нужно работать. Любую травму нужно, условно говоря, пролечить. Вот. То есть это нужно также учитывать. что у вас разорвались привычные связи, привычное восприятие мира, и вместе с отцом, вместе с уходом отца, точнее, для вас что-то ушло, вместо с уходом отца. Вот. Вополнить это, да? Вополнить это. И нужно, собственно говоря, вам, да? Да? Через работу, в том числе с психологом. Вот. Переживание потери происходит в несколько стадий, которые вам нужно пройти, адекватное проживание которых способствует выходу из данного состояния. Вместе с тем, отношение к боли, отношение к тому, что вы сейчас чувствуете, тоже должно быть адекватным. То есть это нормально, что вам сейчас тяжело и что вы переживаете. Нормально плакать, нормально злиться, нормально не хотеть никого видеть. Это нормально. Скорее всего, своего отца вы еще не отпустили. Скорее всего, вы считаете в глубине души, что он еще жив. Очень часто люди страдают именно из-за того, что в глубине души не отпустили своих близких. Просто не отпустили, не смогли отпустить вовремя, например. И из-за этого им, собственно говоря, так плохо. И я не буду утверждать, что опустить человека легко, когда он ушел. Но это можно сделать. В том числе, с помощью психолога есть специальные подходы, которые позволяют это сделать. Дальше. Вы пишите, что боялись, ну всегда боялись потерять своих родителей. То есть боялись потерять, значит боялись потерять что-то для себя. Если боялись потерять. Значит боялись потерять что-то для себя. На мой взгляд, нужно исследовать. На мой взгляд, нужно исследовать, что конкретно вы боитесь, боялись точнее потерять. И почему, допустим, считается, что не должны были потерять. То есть откуда у вас такая вот традиция, что должно быть только так и не как иначе. Например, суждение, что родители, допустим, вечное. На чем она основывается. И что для себя, конкретно для себя, вы потеряли. То есть когда, ну, ваш отец ушел, допустим. То есть это тоже нужно для себя разобрать. Потому что страх, который вы испытываете, уйдет именно из этого. Дальше. Вы пишите, что переживаете за маму. Хорошо. Предположим, что вы действительно за нее переживаете. Как вы думаете? То, что вы за нее переживаете, способствует ее хорошему состоянию? Ну, я это, честно, не думаю. Потому что ей и так плохо, а вы, соответственно, сейчас ей еще добавляете масло в огонь тем, что сами переживают. Вот. То есть просто, чтобы вы понимали. Я вас не обвиняю. Я просто говорю о том, что вам нужно в своих чувствах разобрать, что вы сейчас чувствуете и, значит, так далее. В принципе, вам сейчас нужно просто выговаривать свою боль. И это не особо важно, кому вы будете ее выговаривать. Главное, главное выговаривать. Не держаться себе. Вот. То, что вы замкнулись, это вот, да, это не есть хорошо. Хорошо. Поэтому... Вопрос... Отчасти возникает. Вот вы просите помощи у всех. Но... Какой помощи вы хотите? Вам нужно в терапии, в стрихотерапии. Если вы были, если вы были сильно привязаны к своему отцу, то предстоит определенная работа над собой. Вот. Но для начала, конечно, надо вырвать свою боль. То есть снять эмоциональное напряжение, которое у вас сейчас есть, для того, чтобы можно было уже вести какую-то работу. Понимаете? Вот. Далее вы себя вините. Далее вы себя вините, что не смогли ему помочь. А могли ли? То есть... Почему считаете, что могли помочь? Откуда вот это вот, условно говоря, чувство такого... Ну, чувство своего рода... Долго может быть, что я должна была помочь. Притом что... Я уверен, что вы не врачи... Не ожидали того, что произойдет. Никто не ожидал. И не мог ожидать. Так откуда же у вас появилось чувство долга? На чем оно базируется и видится? Вот. Может быть, все на том же. На, например, той же потребности в чем-то. А, еще раз. Я ничего не утверждаю сейчас наверняка. Просто хочу, чтобы вы поиследовали. Чтобы вы поиследовали, в том числе и себя саму. Ну, я не знаю. Я не могу знать, готовы ли вы к работе сейчас или нет. Вот. Этого я знать не могу. Ну, и, наверное, вы сами этого не знаете. Но помочь вам можно только через БЦР. То есть вам нужно присутствовать человек, вам нужно человеческое тепло. Час. Человеческая поддержка. Человеческая обратная связь. Только так вы сможете подпитать себя тем, чего лишились. Вот. Знаете, любовь к человеку. К любимому, близкому человеку. Нельзя путать с нуждаемостью в нем. Как бы это ни звучало, но вещи это все же разные. И если вы своего отца любите, то я бы не сказал, что обязательно должны страдать. Психология в этом смысле помимо стадий проживания, да, существует расклад, что наиболее сильные страдания люди испытывают тогда, когда с одной стороны не могут отпустить, с другой стороны себя винят, как это делаете вы, и с третьей стороны в чем-то отстроенуждаются в контексте вот своих близких, которых потеряли. Вот. То есть страдания нужны. Страдания важны. И две недели это, ну, не кажется, знаете, ну, чем-то большим. Вот. Две недели это не такой большой срок, если честно. Так, может быть, вы поплачете сейчас. Ну, в волю. Просто в волю. Поплачете в волю. Выписывайте все свои эмоции. Понимаете? А дальше уже можно будет о чем-то говорить. То есть мне видится ситуация вот такой. И направление, направление в работе видится мне вот такими. Не факт, что вам они пройдут. Но вопрос заключается в том, чего вы хотите. То есть вы, значит, пишете про чувственных о помощи. Жизнь моя и так остановилась. Боюсь, что все рухнет дальше. Но что вы, а с чего вы хотите? То есть как у вас запрос. И была права, была права. Для вас это очень болезненно. То есть, то что произошло. Естественно, конечно, болезненно. То есть нужно пролечивать вашу драму. Например. Помочь, помочь пережить удроплацах. Тоже можно сделать. То есть, но пока. Пока. У вас нет такого запроса. Вы просто обращаете помощи, но помощи в чем? И прямо я думаю, что по каждой вы хотите. Просто участие. Просто возможно не быть одной. Возможно, вы все-таки, ну, боитесь. Одиночество такое очень часто бывает. Вот вы не хотите, там, спать и так далее. То есть это вот такая история бывает. Вот. Возможно, имеет смысл с мамой побыть. Вот. Как бы. Побыть с мамой и вместе с ней пережить вот горе, которое у вас случилось. То есть, вам будет легче. Сам кажется, что вам никто не понимает. Вот. Но маме будет легче. Вот. То есть, посмотрите для себя такой вариант, чтобы вы сейчас нигде не напрягались. То есть, эээээ. Чтобы вы себя ни в чем, ну, не принадлежали ни к чему. Ну. Это очень важно. Очень важно. Очень важно, очень важно так себя поставить в этой ситуации. Что касается препаратов, то ведь, опять же, не мне вас, ну, не мне судить, да, не мне высказывать какие-то обсуждения, но препаратами лучше не злоупотребляться, потому что, ну, как бы легко пристраститься к ним, к препаратам, а потом отвлекать будет тяжело, плюс ко всему препараты они не лечат, потому что они только создают необходимые условия, необходимую среду для того, чтобы вы могли что-то реально сделать, а вы просто пьёте препараты и всё, вот. Вы пишите, что пью адаптов, но сильного эффекта нет, вот какого эффекта вы ждёте? То есть, понимаете, да, вы хотите, по факту, чтобы, ну, чтобы за вас всё сделать препарат. Ну, по крайней мере, по крайней мере, да, по крайней мере, мне так кажется. Ну, я могу, конечно, ошибаться, да, вот, но, по крайней мере, мне так видится. То есть, вы, условно говоря, вот, ну, используете препарат, чтобы, чтобы что? Вот. То есть, попробуйте, вот, тоже на этот вопрос, да, себе ответить. Мне кажется, это, это важный момент для вас, ну, мне так, по крайней мере, видится. Вот, эм, в целом, эм, то, что, я думаю, можно вам сказать. Я понимаю, что, ээээ, ну, сильном облегчении вам это не принесло. Я отдаю себе в этом все. На мой взгляд, все-таки будет лучше, если вы выберете себе психолога и позволите вам помочь. Это будет лучше всего. На этом все, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете написать мне в личку, я буду рад вам помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Вы знаете, я не буду говорить, что все будет хорошо, потому что, если бы я так сказал, это была бы неправда. Все не будет хорошо, что не будет хорошо, если вы ничего не предпримите, не предпримите для того, чтобы ситуация изменилась. Как бы там ни было, вы живете дальше, как бы там ни было, у вас еще есть мама, которой нужна дочь, вот, и как бы ей тоже нужна поделочка, то есть, как бы история здесь, она вот такая, и я думаю, что если вы сами ничего не предпримите для того, чтобы ситуация изменилась и поменялась, то ничего и не изменится. Я бы не хотел, чтобы у вас, ну, были какие-то вот, ну, ложные представления о том, что все пройдет само собой. То есть, вы видите, вы раньше, ну, раньше вы тоже боялись, того, что родители потеряете, что у вас это более глубже, ну, более глубже проблема, вот, и об этом нужно снижать тоже. Удачи вам, я желаю всего самого доброго.